Дорогие друзья, всем привет, а точнее всем доброго времени суток. Страна у нас большая, в стране у нас аж целых 8-часовых поясов. Для новых зрителей нашего канала я хочу напомнить, точнее сказать, чем же мы здесь занимаемся. Ребят, а занимаемся мы собственно тем, что возим автомобили с аукционов Японии и Южной Кореи. Подбираем автомобили для вас, которые уже привезены в город Владивосток, в Приморский край. Подбираем как пробежные автомобили, так и беспробежные автомобили. Все мои контакты, все дополнительные соцсети находятся в закрепленном комментарии, находятся под этим видео и, конечно же, ребята, в описании канала. Также, ребят, я хочу вам напомнить про утиль сбор, что в принципе он вас не касается абсолютно никаким образом. Мы автомобиль везем под вас, то есть под физика, вы не собираетесь его перепродавать. Он составит, грубо говоря, 5000 рублей в зависимости от проходной, непроходной год. А вот если вы везете, если вы собрались автомобиль покупать на перепродажу, то там, да, там будьте готовы выложить кругленькую сумму. Еще раз, если вы машину везете под себя, под личное пользование, проездите на автомобиле год, никакой утиль сбор вам не грозит. Это касается только тех автомобилей, которые везутся на перепродажу и тех автомобилей, которые везутся на юрлица. Опять же, для дальнейшей перепродажи, поэтому, ну, сейчас, сейчас действительно очень выгодно и безопасно машину приобрести под себя с аукционов Японии, Южной Кореи, Китая. Не важно, но именно в личное пользование. Ребят, но в сегодняшнем видео я вам хочу показать только, только Хонды. Итак, подошли к нам еще два Хонда. Хонда Stepwagon, самый такой, знаете, популярнейший минивэн. Первый автомобиль идет для Юрия, который поедет в Питер. Второй автомобиль для Константина, по-моему, Константин с Биробиджана, если мне изменяет память. Я могу ошибаться, но, по крайней мере, Константин вчера находился у нас в Спаске. Постоянный клиент, заказывали ему уже, точнее, привозили ему уже не один автомобиль. Следующий автомобиль Хонда Фрид. Хонда Фрид поедет у нас в Воронеж и Хонда Эндбокс для Александра поедет в Москву. Фрид поедет для Дениса Воронеж. А вам было интересно, сколько стоят автомобили в Японии? Давайте просто вот в моменте представим то, что у нас нет пошлины. Так вот, стоимость вот таких вот Stepwagon в Японии, ну, в среднем за хороший автомобиль, составляет где-то 1 миллион 800 тысяч рублей. Давайте рассмотрим один из автомобилей. Вообще, вообще сейчас цена привезти такой хороший автомобиль, где-то 2 миллиона 350, 2 миллиона 400 тысяч рублей. Но ставочка, конечно, по-хорошему, по-хорошему должна на автомобиль быть больше. Итак, белый перламутровый цвет, посмотрите, они полностью, полностью, два одинаковых автомобиля. Все машины у нас целые, все машины у нас бальные. Лэдовские фары, они смотрятся в темноте, светятся, вообще просто огонь. Одинаковое литье, даже одинаковая резина стоит на автомобилях. Две электродвери, это очень хорошая комплектация, не максимальная. Максимальная комплектация, это у нас идет Cool Spirit. Но там, конечно, еще дороже. Две электродвери, Cool Spirit, там пару печек и сиденья идут с кожными вставочками. Второй ряд сидений двигается вперед-назад. Кстати, сиденья здесь, ткань приятная на ощупь. Спинка регулируется. Третий ряд сидений, места очень много. Для удобства два у нас. Столика с двумя подстаканниками. Подстаканниками вот такая вот ручка тоже. Это очень-очень удобненько. В дверной карте всевозможные бардачки, всевозможные штучки, куда можно что-то положить. Подстаканник, бардачок. Ну, давайте переместимся на сторону водителя. А знаете, сколько пошли на автомобиль? Посмотрите, один степ-вагон проходной, другой степ-вагон непроходной. Так вот, на непроходной пошли на составила, уже ее оплатили, 518 тысяч, 518 206 рублей. На проходной автомобиль 274 тысячи 464 рубля. Ну и, соответственно, проходной автомобиль в Японии, он куплен дороже. Непроходной автомобиль в Японии, он куплен дешевле. Ну и, в принципе, здесь, в городе Владивосток, цена на них примерно идет одинаково. Итак, дверная карта все то же самое. Номер кузова у них находится вот здесь. Специальное окошко. Оно закрывается. Здесь есть у нас лифт сидений. Далее, значит, здесь у нас шильдики о замене масел. Кстати, ребят, прям рекомендую, да, обслужить машину перед тем, как мы ее будем отправлять. Проверить тот же самый антифриз, потому что, ну, в основном приходят там минус 15, не знаю, минус 12, минус 20. Не дай бог по дороге что-то где-то замерзнет. Также мы можем установить вам сигнализацию на автомобиль, поменять масла, поменять фильтра. Есть у нас такая дополнительная услуга. В общем, подробности, подробности уже пишите мне в личку. Итак, здесь у нас идет полный руль. Две электродвери. Есть у нас круиз-контроль. Можно подключить телефон. Коробкой передач здесь идет вариатор. Двигатель 150 лошадиных сил. Кнопка запуска автомобиля находится с левой стороны. Еще один бардачок, USB-вход. Здесь заглушки пустые. Выдвижной подстаканник, розетка 12 вольт. Двухзонный климат-контроль. Сверху два бардачка. Вот хонды, хондоводы на заводе молодцы. Придумали все-таки так, знаете, лаконично, прикольно, прям классно сделали. Пробег на автомобиле 73 тысячи. Подсветка. Солнцезащитный козырек с зеркалом. Ну, шикарное, конечно, состояние автомобиля. Места в этих автомобилях очень много. Что по передней части, что второй ряд сидений, что третий ряд сидений. Всем места хватит и всем будет комфортно. Давайте посмотрим следующий минивэн от хонды. Это хонда фрик, не спайк, а именно фрик. Фрик три ряда сидений, спайк два ряда сидений. Есть фриды, где два ряда сидений, но если народ берет фриды, то берут именно три ряда сидений. Такие автомобили в Японии стоят, реально можно купить машину там за 200 тысяч рублей, да, но с большим пробегом. Хорошие автомобили стоят 500-600 тысяч рублей. Ну и, собственно, все остальное съедает расходы по Японии, они небольшие. Кстати, ребят, мы действительно предоставляем самые низкие расходы по Японии до Владивостока. Разница с другими компаниями составляет у нас где-то от 40 тысяч рублей. Вы это можете легко просчитать, да, путем там вам одна компания посчитает, и мы вам просчитаем. Но вообще я приверженность того, что я даже, знаете, когда вот себе что-то покупаю, что-то выбираю, у меня нет такой привычки обзванивать компании и искать где подешевле. Я привык работать с тем человеком, кому я доверяю. То же самое касается и вас. Если вы заказываете автомобиль, вы должны доверять человеку. В общем, все остальное съедают расходы по Японии и мелочи расходы по Японии. И, конечно же, пошлина на автомобиле. Это автомобиль у нас не проходной. Пошлина здесь тоже не маленькая, а пошлина большая. Кстати, для заказа автомобиля пишите мне в WhatsApp, пишите подробно. То есть, хотите себе там Honda Free, да, либо с тэп-вагом, пишите. Хочу приобрести Honda Free в белом цвете. Даже цвет указывайте, потому что цвет влияет на стоимость автомобиля. Такой-то, такой-то пробег, какую-то, такую-то комплектацию, да, то есть такое-то состояние кузова. И, конечно же, пишите свой бюджет. А я вам уже говорю, реально в ваш бюджет привести то, что вы хотите, либо нереально. Ну и, соответственно, подсказываю, сколько будет стоить автомобиль, если вам не хватает, скажем так, денег. Итак, 12-й год, 12-й год. Классное состояние. Автомобиль весь идет целенький. Нет, вру, у него крашена крышка багажника. Он 4 балла. Пробег на автомобиле, по-моему, 100-106 тысяч. Классный минивэн. Объем двигателя 1,5 литра. Коробка передач идет в вариатор. Значит, боковые двери одна у нас идет электро. Здесь у нас идет два капитанских кресла. Они, кстати, тоже двигаются вперед-назад. Два идет подлокотника. Третий ряд сидений. Место, конечно, не как в степ-вагане, да. Но, тем не менее, места, в принципе, тоже там идет достаточно. Левая дверь идет у нас электро. Если одна электродверь в автомобиле в Японии, то это с левой стороны. Дверная карта. Здесь присутствует тканевая обивка. Вот такого плана подстаканник. Японец тут протюнинговал, скажем так, немного автомобиль. Довольно неплохие чехлы. Клазио. Давайте посмотрим пробег на автомобиле. Также имеется у нас бесключевой доступ. Да, пробег на автомобиле 109 тысяч километров. Коробка передач вариатор сказал. Вот по передней части, да, места много. Реально много места. Кстати, даже есть еще у нас мониторчик. Ладно, доставать его не будем. Поговорим немножко о доставке, о сроках доставки. Я уже говорил ни в одном видео, точных сроков нет. Есть примерный срок. Да, это 3-4 недели с момента оплаты инвойса. Мы не знаем, где мы приобретем автомобиль. Мы не знаем, в какой пор доставят автомобиль. То есть, ну, ребят, есть такие некие трудности, да, скажем, просчетом. Вот просто есть определенный срок. 3-4 недели. Далее, значит, из неудобств по мне. Но опять же, я всегда сужу по себе. Это управление зеркалами. То есть, когда вы едете за рулем, да, вам нужно вот как-то протянуться туда, вот что-то увидеть, что-то там нажать. По мне это неудобно. По мне классно, когда управление зеркалами находится вот именно в этом месте. То есть, ты едешь на автомобиле, да, смотришь на дорогу, надо тебе там зеркала подрегулировать. Сел, нажал уже, как-то машинально, то есть, рука сюда тянется. Туда, туда нужно лезть. Подстаканник, бардачок, еще один подстаканник, печка, дуйка, кондиционер. Многие до сих пор задают вопросы, на всех японских автомобилях есть кондиционер? Да, на всех. Следующий автомобиль, который я вам хочу сегодня показать, это K-Car Honda N-Box. Они из турбо, есть не турбо. Стоимость таких автомобилей свеженьких. Миллион сто, миллион двести, да, миллион двести пятьдесят. Все зависит от пробега, от состояния и, конечно же, от комплектации. Шикарный такой маленький минивенчик, реально круто, достойно, симпатично смотрится. Да, этот у нас идет не турбо, такая же, знаете, хищноватая у него морда, штатное хондовское литье. Он идет у нас во весе, хорошая летняя резина. Кстати, что касается резины, тоже советую вам докупать. Почему? Потому что, ну, потому что, когда вы будете получать автомобиль, уже, скорее всего, будет снег. Уже местами, местами где-то, где-то лежит снег. Так, задняя часть автомобиля, у него высокая крыша, сзади у нас идет вот такого плана, вот, сполировок. Есть у нас сонары, багажное отделение, кстати. Ну, согласитесь, тоже довольно неплохого объема, да, для кейкара. А сейчас, я так понимаю, вот эта сидушка, она подвинута до конца назад, а вот эта, ну, где-то находится, где-то посередине. Опять же, такая вот небольшая ниша, здесь у нас спрятался с вами ремкомплект, японец оставил ручку, мы с машин ничего не вытаскиваем, все ваше, все ваше, ребят. Кстати, что касается вытаскивания, да, с автомобиля, вот покупаете вы автомобиль на аукционе, видите, то, что на аукционе в автомобиле лежат колеса, не факту, что эти колеса, они доедут. Как говорится, санкции, то же самое касается флешек, то же самое касается вторых ключей. Кстати, как мы работаем, что мы работаем действительно честно, вот здесь сейчас ссылочка на видео, можете зайти, посмотреть, какую информацию мы вам предоставим. Не забываем подписываться на дополнительные соцсети, это телеграм-канал, туда выкладываем автомобили, которые только что купили. Если честно, не особо его ведем, но стараемся, подписываемся на рутуб, потому что ютуб у нас болеет, подписываемся на ВК, ВК-видео. ВК и подписываемся на Яндекс.Зен, господи, что-то капец, столько сот соцсетей. Значит, собственно, второй ряд сидений, здесь у нас идут, так, ну это у нас идут, честно, я понять не могу, да это у нас, это у нас идут, ребят, сейчас разберемся. Это у нас сиденья такие идут, или чехлы, или сиденья. Сейчас разберусь. Это у нас идут чехлы. Кстати, здесь тоже такая, знаете, классная трансформация салона, вот как в фитах, да, когда сиденья задирается у нас наверх в фитах, в визелях. Короче, места очень много. Сиденья идет не диваном, они идут сидушечки раздельные, тоже реально это очень удобно. Есть у нас подстаканник, есть у нас пищалка, есть у нас шторка, если шторку не увидите, скажут, где он там шторку нашел. Скажем так, место тонировочки, темная крыша, темный потолок, место, еще раз повторюсь, вагон, крыша высокая, там, не знаю, на трамплине подпрыгнем, голова, голова не достанет. Вот, по салону, да, небольшая, как бы такая, я не могу это назвать химчисткой, небольшая приборка, уборка, она нужна, две электродвери, бесключевой доступ. То есть машина в любом случае приходит с Японии, вы загоняете ее на мойку, мы, кстати, это можем тоже, если нужно сделать, какие-то штучки там японец, он оставлял. И, поверьте, вот, ну, на видео вроде кажется грязно, да, по факту просто пылесос, просто влажная уборка, состояние автомобиля будет новое. Ну, новое, конечно, это в салоне, ближе к новому. Итак, сел, да, машина такая вот, прям в раскачечку, но Endbox, конечно, он изменился. Давайте сделаем запуск двигателя. Кнопка запуска мотора находится с правой стороны, здесь же открывание дверей, система безопасности, кнопочку нажали. Вот о чем я и говорю, да. Сели, вот где-то едем, рулим, вот, пожалуйста. Сложили зеркала, разложили, отрегулировали, сделали как нужно. Руль идет обычный, пластиковый, управление музыкой, адаптивный круиз-контроль, мультируль работает. Мультируль, конечно же, работает. Хорошая магнитола, климат-контроль. Ребята, он еще идет с подогревами у нас. Ну, вот опять же, да, ну, хотя вот, когда на Дэшке, здесь видно, все четко видно, просматривается. Когда вот на парковочке, да, и опять же, вот, надо вот нагнуться, как-то посмотреть, где включается этот подогрев. Он, кстати, идет на два режима. Пробег на автомобиле 26 тысяч километров. Еще такой верхний бардачочек у нас есть. Вот. По месту не тесно, удобно, комфортно. Вот. Тем более, здесь сидение идет диваном. И, конечно, есть у нас подлокотник. Я вот без подлокотника ездить, ездить не могу. Бардачок. О, лежит у нас аукционный лист. Давайте посмотрим на него. 4,5 балла, 26 тысяч пробег. Смотрю, кузов. Кузов идет весь целенький у автомобиля. Розетка на 12 вольт. Понимаю, зарядочка на 2,5 ампера. В общем, автомобиль поедет для Александра в Москву. Камера заднего вида есть? Камера заднего вида есть. Она идет с траекторией. Плюс обратите сюда внимание. Дублируются еще и колеса. Со следующей недели у нас будет выходить видео, где мы будем рассказывать такие, знаете, кратенькие обзоры по 5-7 минут, где мы своими словами будем рассказывать про автомобили. Кратенько. Да, сколько они стоят, что они, в принципе, из себя из себя вообще представляют. Ребят, на сегодня будем заканчивать. Кто еще не подписался на канал, обязательно подпишитесь. YouTube это любит, чтобы видео продвигалось. Поставьте лайк, напишите, конечно же, комментарий. Вам не сложно. Не сложно. Я вам даю полезную информацию. Музим классные, четкие автомобили с аукционов Японии и Кореи для вас. Вот. Короче, мне будет приятно. Вам это сделать несложно. Всем огромное спасибо. Всем пока.